Беларусь продолжит работу по упрощению въезда иностранцев в страну. Сегодня на совещании по либерализации безвизового режима обсуждали варианты привлечения туристов. Эта сфера в Беларуси развивается динамично, импульс придали инициативы, упростившие въезд для иностранных граждан в нашу страну, в том числе расширение зон для безвизового пребывания. Кстати, в прошлом году этой возможностью воспользовались почти 80 тысяч человек. Очевидно, что такая открытость уже приносит дивиденды. Впрочем, приоритетными остаются вопросы безопасности, важный аспект и мнение партнеров по союзному государству. Напомню, в ответ на пятидневный безвиз российские пограничники организовали проверку документов на белорусско-российской границе. Выход из положения, причем для обеих стран, взаимное признание виз. Вопрос еще осенью поднимался на уровне министров иностранных дел, окончательно же снять разногласия планируют в этом году. И все же, как в таких условиях выдержать конкуренцию на глобальном рынке международного туризма? Чем привлечь инвесторов, спортивных болельщиков и обычных гостей? Андрей Кривошеев разбирался в пограничных вопросах. 19 декабря мы встретили 4-х миллионного пассажира. Без малого годовой юбилей белорусского безвиза для граждан восьми десятков стран. Перемены особенно заметны в национальном аэропорту. Авиагавань первое и пока единственное окно в Беларусь сроком на 5 дней без визовой суеты. Три недели назад здесь встретили рекордного 4-х миллионного пассажира. Всего же только за год поток туристов вырос на 20%. Пришлось открывать дополнительные маршруты и ставить рейсы, например, на Париж и Варшаву в ежедневный график. Аэропорт, авиа и туристические компании государства в целом получили от президентского решения серьезный бонус. И уже сегодня ратуют за продление в пятидневке хотя бы вдвое. В рейсы из европейских государств прибывают в основном в вечернее время. В 19 часов, в 21, в 30, в 23 часа. А вылетают в утреннее время, в 5, в 7, в 9 утра. И практически получается что? Пассажир, въезжая в Беларусь, он знает, что у него 5 дней. Но день въезда и день выезда засчитывается. И в итоге получается у пассажира остается только 3 дня, которых он фактически может посмотреть нашу страну. Мы понимаем, что это для пассажира, которые прибыли издалека, посмотреть Беларусь, особенно если впервые, это недостаточно. Больше других белорусская открытость в визовом вопросе заинтересовала соседей. На первых местах Польша, Литва и Латвия. Но здесь же, в топе, 13 тысяч туристов из Германии. А еще Италия, Великобритания, США, Франция и Нидерланды. Прежде туристов и людей дела из этих стран в Беларуси считали единицами, в лучшем случае десятками. Сегодня это уже полновесные туристические маршруты. У специалистов нет сомнений, тренд, заложенный в ушедшем 17-м, будет только нарастать. Беларусь распробовали. Мы надеемся все-таки прорваться дальше и что к нам активно будут приезжать из Германии, Чехии, Словакии. Ну то есть вообще разные туристы, не в единичном смысле, а группами туристическими. Соответственно, изменится туристический пакет. Директор Гродненской турфирмы еще два года назад просчитала малую туристическую революцию. Египет и Турция никуда не денутся, но ставка на внутренний туризм, хоть и риск, зато с колоссальным потенциалом. За год ставка себя оправдала полностью. Каждый пятый гость Гродна и Августовского канала – это клиент Веры и ее сотрудников. Дальше больше. Уже через неделю директор отправится по европейским туристическим выставкам рекламировать Гродненский безвиз. Все пошло только в плюс и нашим туристам, и самое главное еще нашим жителям нашего города. Потому что власти, я думаю, делали не только для туристов, но и для города. Вокруг звучит музыка, заметьте, очень много уличных музыкантов играют на советской. Все, открываются новые кафе, люди не боятся открывать новые кафе, очень они интересные все. Поэтому все только в лучшую сторону. Подвести итоги первого года безвизового режима и наметить цели на будущее. С такой повесткой сегодня президент собрал на совещание всех ключевых интересантов. От МИДа и Минспорта до Совбеза и Погранкомитета. Ведь с одной стороны, безвизовый въезд – это доходы, а с другой – жесткие решения по безопасности. В том числе и безопасности гостей. С одной стороны, мы конкурируем за туристов. С другой – наученный горьким опытом Евросоюза, Штатов и России. Когда в законодательные трещины, волнами заходит массовая незаконная миграция и экстремизм с террором. Успешно конкурировать в данной сфере можно только тогда, когда будет выработан оптимальный режим въезда иностранных граждан в Беларусь. В то же время не следует забывать и о безопасности. Так, нынешняя миграционная политика Евросоюза, а именно отсутствие реального контроля за перемещением беженцев, уже начинает давать свои печальные плоды. Прежде всего, это рост террористической угрозы в регионе. Поэтому, принимая те или иные решения, надо прежде всего помнить о наиважнейшем для нас безопасности граждан Республики Беларусь и тех, кто пребывает в тот или иной момент в Беларуси. Безопасность прежде всего. Никакими деньгами от туризма это не компенсируется. Поэтому нам необходимо детально рассмотреть все аспекты упрощения визового режима с учетом мировых тенденций и принять абсолютно оптимальные взвешенные решения. Только в интересах Беларуси. И, естественно, наших соседей. Мы не должны ни в коем случае не создавать проблем всем государствам по периметру Беларуси. Как отмечает лидер, за последние три года принятые аккуратные и взвешенные решения принесли свои плоды. Туристическая отрасль Акрепла, Минск, Августовский канал, Беловежская пуща, Брестская и Гродненская приграничья получили серьезный драйвер для роста. Негатива в сфере безопасности даже с украинским фактором по соседству избежать удалось. За последние годы туристическая отрасль в Беларуси сделала значительный шаг вперед. Эта сфера стала одной из самых динамично развивающихся. Сегодня каждый может выбрать отдых в нашей стране на свой вкус и получить качественные услуги. Интерес к Беларуси возрастает. В связи с этим нами принят ряд нормативных актов, упрощающих въезд в страну. Однако работу в этом направлении нам следует продолжать. Нужно добиться того, чтобы турист без долгих раздумий, купив билет в Беларусь, поехал, зная, что проблем с пересечением границ у него не будет. В целом поддержана президентом и линия на дальнейшую либерализацию визовой политики. Министр иностранных дел уточняет, соглашения с Евросоюзом, Китаем и Российской Федерацией в высокой степени готовности. Мы сейчас ведем активно переговоры с Европейским Союзом о соглашениях о либерализации визового режима и о реадмиссии. Эти соглашения практически находятся в завершающей стадии. Ведутся соответствующие переговоры и с Китайской Народной Республикой о соответствующем соглашении о либерализации визового режима. Ну и с Российской Федерацией ведется переговоры по соглашению о взаимном признании виз. В ближайшее время те предложения, которые мы получили от наших российских партнеров, будут проанализированы, доработаны. И мы предоставим нашим коллегам, на наш взгляд, хороший, солидный документ. Вопрос открытости в современном мире неразрывно увязан с вопросом безопасности внутренней и соседей. И в этой паре Беларусь как ответственный партнер неизменно ставит на безопасность. По любой статистике, будь то цифры Евросоюза, международные или российские, именно наша страна ответственнее многих. Контролирует миграцию, защищает границы и пресекает любой преступный трафик и каналы террористической логистики. Судите сами, за три года миграционного коллапса в Европе так и не появился свой белорусский канал для нелегалов. И даже с открытой границей с Россией объективных данных у наших союзников против белорусского безвиза нет. Злоумышленники всех мастей предпочитают обходить Беларусь стороной. Именно это дает государству право и возможность обсуждать новые послабления в визовом вопросе, не поступаясь приоритетом безопасности для себя и наших соседей. С таких позиций президент оценивает визовые инновации, не замалчивая при этом проблем. Главное, острая реакция России и по сути возрождение границы, которой по союзному договору нет и быть не может. В народной молве и прессе российские проверки паспортов машин и грузов уже окрестили самой странной границей в Европе. А туристам из России даже пришлось выстоять километровые пробки, чтобы попасть домой после белорусских новогодних каникул. Никакой логики в подпорченных отпусках наших гостей Минск не видит. С февраля 2016 года белорусско-российская граница приобрела негласный статус, как ее часто называют и в интернете, и везде, самой странной границей в Европе. С этого времени российская страна без официального уведомления начала осуществлять полноценный паспортный контроль в отношении всех лиц, следующих на автомобильном транспорте, а затем на авиа- и железнодорожном. Фактически блокирована возможность проезда иностранцев в Россию транзитом через Беларусь. И этот вопрос правительству и Министерству иностранных дел другим заинтересованным нужно решать. Не спихивать на президента, а решать. Это ненормально, когда между двумя братскими государствами и народами снова восстанавливается граница, которую мы с таким трудом снимали больше 20 лет назад. Не знаю, кому это надо. Делается это якобы исходя из соображений безопасности. Но о какой безопасности может быть речь, если у нас совместные списки иностранцев, которым запрещен въезд на территорию союзного государства? Россия и Беларусь. Никто не может въехать, кто находится в этих списках. Кто не находится, он имеет право въехать, пока не попадет в эти списки. Поэтому всякие отговорки и ссылки на то, что у нас якобы не то здесь творится, делается. И поэтому вводится граница несостоятельной. Но надо понимать и то, что если Россия поднимает этот вопрос, значит определенные опасения существуют. Надо с россиянами вести на сей счет диалог. Но закрываться друг от друга нельзя. Это будет плохой пример. Ни белорусский народ, ни россияне это не поддержат и не оценят. Надо предметно обсудить, какие разногласия у нас сохраняются с нашими братьями россиян. Какие меры необходимо предпринять, чтобы их устранить. Параллельно надо решать и вопросы реадмиссии. Ведь нелегалы едут к нам в основном из России, через Россию. Об этом свидетельствует статистика. Поэтому эти вопросы надо решать конструктивно, за столом переговоров. И в течение 2018 года все вопросы надо снять. Уточняем у министра, чем вызвана острая реакция России и есть ли у союзника реальные основания для претензий. На наш взгляд эти претензии абсолютно искусственны и беспочвенны. Мы не создаем проблем с точки зрения безопасности для наших российских партнеров. Более того, я хочу вам сказать, что где-то за последние 4 года более чем 230 человек были возвращены в Россию в рамках соглашения о реадмиссии. То есть они проникли с территории России на нашу территорию, пытались попасть дальше в страны Европейского Союза, но были задержаны, остановлены и возвращены на законных основаниях в Российскую Федерацию. Нам Россия вернула только одного гражданина. Поэтому вы можете сами видеть разницу, сопоставляя эти цифры. Мы не видим здесь абсолютно никаких проблем. Наша граница, западная граница, надежно защищена. Оттуда не может быть никакой угрозы для Российской Федерации. И тоже об этом сегодня шел разговор на совещании. Мы будем продолжать наши разговоры с нашими российскими партнерами, в том числе и по этому вопросу. Поездка в январе – первый для Орвидоса безвизовый визит в Беларусь. Посещение Гродно, пусть и однодневное, стало очень насыщенным. Два замка, несколько костелов, еврейская синагога и бонусом. Тесное знакомство с белорусской кухней и фольклором. С Литвы интерес большой – это приехать сюда, посмотреть вот эти исторические памятники и так далее. А мы будем смотреть один замок, другой, там храмы. Потом будет там фольклорный коллектив нам будет показывать какую-то программу. Ну, есть компания, которая занимается этим. Подобные поездки соседей всего за год стали для областного центра делом привычным. Каждые выходные парковки в центре Гродно заняты туристическими автобусами на литовских и польских номерах. И это только первые ласточки. Сегодня Беларусь прорабатывает расширение срока действия без виза. Звучат и 10 дней, и даже месяц, как отдаленная перспектива. Плюс особый подход к спортсменам и болельщикам. Грядущим Евроиграм в Беларуси обещают возродить принципы Минского хоккейного чемпионата в 14-м, когда билет на спортивную арену приравнивался к визе. Наступило время ярких побед. Поспешных шагов в этой чувствительной для нас и соседей сфере не будет, но дальнейшее движение к открытости и безопасности. Официальный Минск гарантирует. Андрей Кривошеев, Алексей Мартиненок, агентство Теленовостей.